В 1944 году в боях за освобождение Жабинки и Жабинковского района солдаты и офицеры проявили мужество, отвагу и храбрость. Именно в память этого подвига проходит сегодня здесь военно-патриотическая акция «Дорогой Победы». Оглушительная стрельба, пронзительный свист снарядов и грозные тяжелые танки. Все это очень впечатляет и очень похоже на правду. Но, к счастью, это лишь реконструкция событий, которые имели место 78 лет назад. Тогда передовые части войск 1-го Белорусского фронта вступили в сражение за освобождение Жабинковского района. Вся эта реконструкция, что мы вам показываем, для того, чтобы младшее поколение и старшее поколение смотрели, каково это было раньше нашим прадедам, дедам, что они пережили, для чего это все делалось. Мы с этой целью приехали показать подрастающему поколению, чтобы не забывали подвиг наших дедов, прадедов и также, чтобы думали о будущем нашей страны. Зрители остались под большим впечатлением. У каждого из них после просмотра отложилось одно – лучше не знать, что такое война. Это очень сильные эмоции вызывает. У нас еще такого не было никогда. Я такого еще не видела. Как это страшно на самом-то деле. И что не надо это начинать. Было очень страшно. Представляю, если бы это было на самом деле. Слава Богу, что войны нет. Сотни ребят и взрослых с замиранием сердца следят за происходящим. Вслед за реконструкцией начинаются показательные выступления. Вся программа подготовлена с участием войск Западного оперативного командования – преемников, героев, освободителей. После реконструкции гостей мероприятия пригласили на митинг, который прошел на площади у памятника погибшим воинам и партизанам. Благодаря тем, кто покоится в братских могилах, мы сегодня живем на мирной земле и с благодарностью славим величие подвига нашего народа. Год исторической памяти – это действительно, во-первых, нужное мероприятие, а во-вторых, это знаково. У нас в этом году наше западное оперативное командование, которое является правоприемником 28-й армии, которая освобождала территорию Брестской области, продолжает вот эти славные традиции. И на самом деле все, что сегодня делаем мы, да, наверное, не только вооруженные силы, а вообще в целом все наше государство – это все направлено на то, чтобы наши дети ценили, уважали, любили и понимали, что такое мир, как он, чем достигается, насколько это все серьезно и сложно, особенно сегодня в наше время. Патриотическая акция завершилась выставкой военной техники и вооружения. И дети и взрослые проявили неподдельный интерес к мероприятию. А ведь именно такие моменты позволяют нам почувствовать себя наследниками великого поколения победителей.